Время реабилитации Время реабилитации Время реабилитации измененных состояний сознания ИСС Есть два понятия измененное состояние сознания и особое состояние сознания которые нашей культурой сегодняшней современной культурой объявлены как бы несуществующими Поскольку фактически любое измененное состояние сознания психиатры мои коллеги считают психозом какой бы оттенок какой бы внутренний смысл это состояние не несло поэтому тема эта пограничная крайне опасная и более того она лежит рядом с темой опьянения потому что ни всякого сомнения любое опьянение химическими веществами и стремление к нему есть в первую очередь стремление к изменению собственного сознания и я думаю что это настолько очевидно что в общем не требует особого разговора но главная проблема сегодняшней отечественной по крайней мере культуры это ее очень четкая проблема она заключается в том что мы считаем что человек не должен стремиться к измененному состоянию сознания что это ненормально и что любое измененное состояние сознания по сути своей ну по крайней мере как оттенок значения самого понятия имеет антисоциальный смысл в общем в представлении сегодняшних психиатров наркологов и большинства реабилитологов если есть такая специальность как мне кажется тоже человек должен всегда мыслить трезво всегда обязан адекватно тестировать окружающую реальность и имеет он право на исключение из этих всеобщих законов и правил только во время ночного сна не стоит забывать что это тоже измененное состояние сознания в котором мы проводим большую часть жизни я пытаюсь сказать что без введения самого понятия измененного состояния сознания или без понимания разницы между измененным состоянием сознания и особым состоянием сознания мы на самом деле не можем сделать ни одного шага в сторону восстановления личности человека который в одной из форм измененных состояний сознания застрял увяз она превратилась для него в навязчивость и более того мы вообще не можем понять таких слов которыми пользуемся ежедневно предполагая что мы все понимаем их смысл как личность например поскольку для меня личность это вне всякого сомнения сочетание рационального дневного сознания и измененных состояний сознания которые возникают у того же самого человека в течение дня давайте я попробую как-то этот сложный текст пояснить на примерах ну например мы говорили о нервной анорексии в чем смысл глубинный смысл анорексии и булемии у юных и прекрасных дам которая стала такой модной в нашем поколении этот смысл в отказе от телесности в попытке почувствовать себя абсолютно легким духовным существом существом лишенным телесной тяжести и большей части телесных функций таких как кроме еды таких как секс рождение детей но если мы чуть-чуть прислушаемся к тому о чем я говорю ну например об этом ощущении легкости бестелесности и духовности своего существования возвышенности собственного существования потому что в конечном итоге анорексия и булимии конечно же не не были бы столь частыми сегодня в нашей культуре если бы девушки при этом не чувствовали себя возвышенно можно спорить и обсуждать все что угодно но если посмотреть на их сайты на их ресурсы в интернете то вы с легкостью убедитесь что они голодают для того чтобы чувствовать себя выше других и само это ощущение возвышения возвышенности легкости собственно говоря и есть некая форма измененного состояния сознания как форма цели не как сама цель не как ее смысл а как форма любой духовный аскет по сути своей при совершении духовного подвига ведет себя очень похожим образом просто смысловое наполнение внутреннее смысловое наполнение той же внешней формы поведения будет разумеется совершенно сейчас мы поговорим об этой разнице пытаюсь сказать насколько это непосредственное отношение имеет нашей жизни а мы много раз упоминали вегетарианство как одну из наиболее распространенных сегодняшних пищевых модельностей мод все больше и больше людей во всем мире отказываются от мясоедения ощущая что таким образом они чувствуют себя увереннее легче что таким образом они ощущают себя ближе к природе и перестают и перестают приносить вред животным которых любят несомненно я хочу сказать что это один из основных лозунгов такой мировой религии как джайнизм не стану сейчас говорить о джайнизме поскольку все-таки это отдельно огромная тема но хочу сказать что в действительности это мы никак не можем найти разумного смысла таким формам пищевого поведения почему ну потому что когда врачи говорят что нет белковое питание в смысле животных белок необходим и он дает больший запас биологической энергии биологической я подчеркиваю они по своему праву и когда как бы специалисты по биологической этики говорят что не имеет смысла спасать вот этих животных которые специально выращены для откорма поэтому все равно будут погибнуть все равно обречены на гибель никак не смогут выжить без поддержки человека поскольку фактически это искусственные существа они тоже по своему несомненно правы тогда откуда берется правота вегетарианцев потому что мы же тоже внутренне чувствуем что они тоже несмотря на возможную критику такого рода пищевой моды по своему правы она невероятно древнего происхождения такого же древнего происхождения как джайнизм только для того чтобы ее понять необходимо вспомнить что для древних культур измененное или особое состояние сознания были абсолютной необходимостью откуда для меня или для другого джунгянского аналитика например берется вегетарианство из очень древних растительных культов самых древних культов на земле на самом деле вообще вся проблема наркотиков вся проблема химических веществ начинается со слова или с понятия растения учителя и надо отметить что это имеет отношение это самое это понятие имело отношение далеко не только к галлюциногенным растениям а все знают древние кельтские культуры которые уклонялись деревьям все знают реческие культы деревьев в которых жили живые существа адриат так вот в строгом смысле этого слова практически любой на севере на юге в мезоамерике или в сибирской или в сибири шаманский культ начинался с растений учителей человек который хотел стать шаманом то есть общаться с духом искал силу в первую очередь и всегда от растений он уходил жить в лес на достаточно долгий срок он очень часто поселялся у определенного дерева он питался только определенными травами которые рекомендовал ему шаман учитель а да не всякого сомнения шаманы общались с животными духами но животные духи даже духи племенного тотема как правило были чрезвычайно мстительны растительные нет растения давали силу и защиту и а животные духи это те духи с которыми шаманы должны были входить в контакт вегетарианц чувствует ли современный вегетарианец что он получает силу от растений ну да конечно только он не называет ее эту силу шаманской но но по сути упорные крайне вегетарианцы а между прочим они тоже чтобы вам не казалось что я ушел глубоко в сторону некоторые наркологи называют их зависимыми людьми естественно да ну когда человек ограничивает себя в приеме определенной пищи вполне возможно что его захотят лечить как например в случае с зависимостью от селфи вот автопортретов о чем мы тоже уже говорили давайте сегодня скажем даже больше об этом самом селфи и о возникающей эпидемии автопортрет я правда считаю что ее не нужно лечить потому что с возрастом она достаточно быстро проходит сама но и эффективна но проблема заключается в том что когда человек говорит да я просто получаю удовольствие он говорит про измененное состояние сознания поскольку любое остро переживаемое удовольствие в том числе фотографирование самого себя со штангой но может привести к опасным социальным последствиям человек может не заметить кромки тротуара и сломать свою ногу он может выставить свою штангу на проезжающий автомобиль и покалечиться ну и так далее и тому подобное желание там фотографировать себя на краю обрывов приводит соответственно трагическим историям на самом деле все то что мы объединяем под словом удовольствие по сути своей тоже измененное состояние сознания поскольку когда человек получает удовольствие от какого-то определенного действия он плохо тестирует реальность мне кажется здесь существует мучительная вилка которую мы никак не хотим понимать возможно потому что она достаточно сложна то есть она имеет некоторый философский оттенок само слово философский или философствование это слово которое почему-то последние десятилетия в нашей стране вызывает просто какой-то ужас хотя по всей видимости правильно потому что философствование погружение в собственную мысль это вне всякого сомнения самый типичный европейский способ медитации поскольку именно так рациональный разум внутри самого себя находит измененное состояние сознания а любых измененных состояний сознания мы как известно боимся видимо поэтому боимся философии а на самом деле для меня та же самая зависимость от селфи это точно такая же упрощенная лишенная философии и глубокого думания и странное странное состояние жизненно необходимое человеку потому что это наивная детская но тем не менее модель самопознания поскольку когда мы воспитываем ребенка мы ему говорим обычно посмотри на себя со стороны не очень понимая что именно мы имеем ввиду между тем селфи ко всему прочему что тут наворочено типа сам о себе не заявишь никто о тебе не заявит однако селфи это та возможность увидеть себя со стороны которое мое поколение в юности было практически решено и я все время рассказываю что философ Друзкин главный философ друг Абериутов или Чинари Хармса или Олейникова написал потрясающую христианскую книгу о том впечатлении которое произвело на него однажды его отражение в зеркале потому что если создание создав Бог а мы по всей видимости внутри реабилитационных центров половина из которых используют виргиозные понятия в реабилитации отказаться от этой идеи абсолютно не можем то автопортрет на полотне бумаги на художественном бумаге и примитивный автопортрет щелкнутый с помощью гаджета на штативе по сути своей одно и то же попытка увидеть себя со стороны попытка каким-то способом начать самопознание ну хотя бы начать между прочим христианские подвижники примерно с начала четвертого века рекомендовали такое предельно простое упражнение почаще спрашивать самого себя а кто я такой попытка заглянуть в себя одно из самых главных описаний измененного состояния сознания человека поскольку вне всякого сомнения когда человек остается наедине с собой и перезадумывается о себе он отвлекается от окружающей его реальности социальных дел и обязанностей в какой-то причине для нас высшей степени странно все мировые культуры кроме последних наверное нескольких сотен лет считали то что Мишель Фуко назвал практиками себя человеческой обязанности есть такое понятие в реабилитации которое чего-то я в последнее время слышу нечасто видимо сложно звучит называется оно резерентность это неумение преодолеть трудности ну человек выходит на улицу возвращается в общество скажем после годового или полугодового пребывания в реабилитационном цепи где за него более или менее все решали другие допустим у него все хорошо даже в социальном плане родители помогли устроиться на работу но работа жизнь юноши девушки это такая смертельно сложная штука которая постоянно вызывает у бывшего пациента укола самолюбия ну он же такой герой он например кололся или потом бросил потом честно отсидел год в реабилитационном центре и вот теперь все должны его ценить и уважать давайте попробуем вместе дать ему какой-нибудь совет что делать вот с этими самыми уколами самолюбия или вот я даже уже мне уже трудно подсчитать 36 наверное лет в общей сложности медицинского стажа на меня сегодня написали жалобу меня всего колотит я потею у меня паническая атака дайте мне какой-нибудь совет что делать ну дайте люди серьезно ну как сволочь какая ну я же нет нет я же в эффективном состоянии какой первый шаг поставить поставить себя на его место поставил лучше не стало ну я имею ввиду именно первый шаг универсально он какой нет несомненно я собственно вот лекцию читать пришел пришел как бы конечно мы же все профессионалы куда же мы будем водки что ли пойти выпить ну поможет конечно но ненадолго вот в чем вся беда или надо очень много водки просто я столько не выпью как бы существует универсальное решение проблем не выпить водки ну на этом сакральном месте водки можно поставить целую кучу всякого дерьма доодари на курицу можно табака можно разных веществ принять антидепрессанты принять транквилизаторы наиболее простой выход принять привычное психоактивное вещество правда вот ведь мы о чем говорим для того чтобы ну для того чтобы успокоиться а дальше я приду к психологу а он мне скажет переживай ну вообще у меня есть такой универсальный ответ он в общем действительно универсальный такой медитируй ванька медитируй любка медитируй ты моя сизая голубка конечно медитировать над этим переживанием разными способами но это не способ успокоиться потому что этот способ требует достаточно большого количества времени ну вот я специально говорю а я приехал читать лекцию как бы а мне надо идти на работу на вторую на третью дальше да а мне надо потом не знаю что-то сказать маме я имею ввиду бывшего пациента да или девушке есть универсальные советы это как бы вот существует универсальный механизм для меня главный универсальный механизм дистресса вообще это ущемленное самолюбие психологическом плане ущемленное самолюбие на любых уровнях на профессиональном на человеческом на каком-то другом на личном я такой такой хороший пришел во мне девушка из революционного центра мне девушка сказала что она давно замужем вот существует ну как бы для меня универсальный вход в проблему а дальше я могу да я могу пойти отправиться к психологу я надеюсь я могу погрузиться в эту проблему для меня для меня лично есть одно единственное условие я при этом должен в нее действительно погрузиться то есть я должен сесть в позу лотоса уже не могу собираюсь учиться сесть в позу лотоса и переживать но для того чтобы я отреагировал полностью переживания мне действительно понадобится уйма времени и возможно не один день и при этом меня все будут спрашивать что это ты на работу не пришел любимая девушка будет говорить что это ты на меня не реагируешь ты где дети очень любят так папа когда папа задумался о чем есть какой-то универсальный его для меня есть его называют разными словами но для меня принципиально важно моление о чаши Христа я должен себе научиться говорить что-то вроде что-то вроде да дыминит меня чаша сия но не моя воля а твоя пусть будет возможно ли наташа ну правда я должен научиться себе это говорить и это момент веры к себе бога а тогда тогда есть интересный парадокс тогда я не могу даже понять другого человека я могу его определить квалифицировать поместить в некую категорию назвать психопатию которую он страдает но почувствовать я его не могу мы окончательно отрезаны друг от друга с точки зрения чисто телесной я не могу проникнуть в завитий череп высокий и красный и понять к чему он там думает не могу тогда могу потому что у него тоже есть бог и у того человека который у того человека который меня оскорбил обидел написал у меня жалобу он тоже есть вот Алексей Федорович Лосев фантастический человек фантастический единственный идеалист священниками славец мужеству которого видимо так удивились что даже не стали расстреливать он ослеп в лагере но до конца жизни оставался идеалистом в советском союзе это почти немыслимая история так вот он писал так примерно любой вид материализма основан на господстве отвлеченных функций человеческого рассудка продукты которого проецируются вовне и в таком абстрактном виде абсолютизируются научный материализм представляете себе не могу просто не цитировать обожаю это мелкобуржуазная идеология поскольку она ни в коем случае и никогда не может решить ни одну мировоззренческую проблему это то с чем мы сталкиваемся я поясню что имеет ввиду Лосев он имеет ввиду что мы берем некие продукты рассудка продукты своего восприятия и их абсолютизируем ну там я не знаю мне просто всегда очень трудно упражняться на девушках я вот наблюдая как психиатр за Виктором прихожу к выводу что он скажем возбудимый психопат сейчас записывают на бумажке и все в моем восприятии по каким-то там сейчас не важны признаки Виктор для меня становится уже не Виктором а возбудимым психопатом поскольку для того чтобы его понять я должен абсолютизировать то есть принимать за истину не некое мое теоретическое знание о нем не важно в каком в рамках какой теории это знание высказано я должен абсолютизировать его как человека я должен произнести что Наташа нет я просто считал я просто считал вас человек на серебряных нитях я должен перенести магическую формулу Маугли а магическая формула Маугли вы помните мы с тобой одной крови ты и я я должен абсолютизировать эту кровь которая у нас общая и тогда у меня есть шанс эмпатически почувствовать понять понять поставить себя на место Виктора человека а так если он возбудимый психопат я тормозную нигде да никакого смысла нет мы как две деревяшки стукаемся друг об друга получаем более или менее глупые вот вот Восток Матаори Наринага если я правильно произношу это попавшийся мне японский философ 18 века он писал восточная мысль полагает что эго это и есть часть которая возомнила себя целым японец говоря о себе не отделяет себя от остального мира и от самого себя истинного скрытого где-то в глубине вот процесс львов много для понятности любой человек это микроскопический двойнит мирового разума понимаете какая штука я для того чтобы вот эту самую разная кровь я имею ввиду как биологическая среда тигра у человека наверное какие-то различия есть не настолько я специалист что вы обсудите поэтому конечно я не думаю что да я не думаю что звери делали у Киплинга анализы крови правда я надеюсь что они не делают стало быть имеется ввиду некоторая духовная составляющая в ответ на которую звери прекращали войну и вступали в диалог вот это вот наверное самые древние и самые общие мысли действительности и психиатрия следовательно и наркология рождавшаяся из немецкой феноменологии несомненно так вот основатель феноменологии в определенном смысле основатель всех наших наук Гусерль утверждал цитирую что мир в религиозной установке тематизируется как некая целостность причем тематизируется практически не теоретически а практически практически мы можем обращаться каждому из нас по отдельности но как только мы говорим о любви понимании мы обращаемся к целостности к некоторой целостности которую предполагаем существующей и без этого невозможно понимание одним человеком другого в том числе врачом больного или реабилитологом больного что такое медитация или для того чтобы не углубляться опять же конкретные понятия индуизма или дзен-буддизма давайте это назовем вполне европейским словом созерцание в чем его суть зачем нужны такого рода приемы могу предложить юнговскую интерпретацию никто не сомневается цитирую я в том что созерцание в древней парадигме мировосприятия и мировидения это и есть познание правда для того чтобы что-то познать мы должны как-то углубленно это созерцать в рамках этой парадигмы познание в сущности есть особый вид созерцания во время которого познающий созерцающий как бы соединяется с познаваемым с познаваемым созерцаемым и чувствует свою связь со всем в мироздании в древности полагали что мудрец в процессе созерцания приобретал способность слиться с предметом стать им проникнуть в душу предмета то есть постичь его внутренние свойства узнать его язык и таким образом понять его составить более или менее полное представление о созерцаемом объекте что такое созерцание в этом ключе понимание моей общности с любым объектом внешнего мира да подходит немолодой человек к компьютеру и думает почесывая высину ох мама моя ну постепенно по мере созерцания этот человек тоже начинает понимать что это удобный инструмент да для каких-то его задач и потихонечку они с персональным компьютером начинают понимать друг друга мы осознаем некоторую общность и даже всякие свои походные гаджеты мы стараемся так или иначе индивиду индивидуализировать как раньше я все время вспоминаю как в советском союзе индивидуализировали машины им давали имена их называли тамашими Васями Петями и знаете что это означало это означало любовь человек и автомобиль слушали друг друга любили друг под другом лежать в общем это были какие-то совершенно особые особые отношения человека и машины которая разумеется сейчас полностью ушли вместе с веком вместе с отношением к автомобилю как к некому ранговому предмету который люди через год меняют человек чувствующий очень не любят менять вещи они для него постепенно по мере контакта оживают вот как те деревья и священные растения для шамана и здесь можно отследить некую разницу между измененным состоянием сознания и особого состояния сознания я сознательно сегодня чтобы не путать вас не пытаюсь давать всевозможных определений их можно почитать есть блестящая книжка Ольги Владимировны Гордеевой я ее не знаю я искренне ей благодарен потому что это маленькая хрестоматия блестящая состава здесь можно посмотреть разные определения сочетания однако я хочу сказать что как раз проблема зависимости она позволяет очень четко отделить измененное состояние сознания от особых состояний конечно все религиозные шаманские переживания ощущения божественной благодати относятся к особым переживания а опьянения почему-то могут относиться только к измененным состояниям разница очень проста измененное состояние сознания которое мы называем опьянением это состояние потребления при вегетарианца смело можно называть человеком зависимым только одного лишь внешнего признака вегетарианства для этого недостаточно проблема заключается в том что есть вегетарианец который хочет очиститься набраться растительной набраться энергии взаимодействовать с растениями учителями для того чтобы помочь миру есть вопрос по-прежнему в том для чего человеку нужно очиститься возвыситься стяжать благодать общаться с духами предков это бесконечные споры которые ведутся в отношении растительных галлюциногенов тех самых священных растений и растений учителей я давным-давно убедился что люди никак не хотят научиться понимать что шаман который скажем использует галлюциногенные грибы не получает удовольствия более того можно сказать что все прямо наоборот все шаманские камлане это очень тяжелый очень болезненный процесс болезненный в непосредственном прямом физическом смысле просто дело в том что его путешествие в мир духов имеет какую-то конкретную непосредственную цель например извлечения оттуда заблудившейся части души соплеменника или извлечения из того же соплеменника с помощью могущественных духов магической стрелы которую в него послал другой шаман это не развлечения это труд которому приходится не то что десятилетиями периодически всю жизнь учиться наверное по тяжести этот труд более чем сравним с трудом шахтера поскольку шаманы так иногда и говорят что они имеют дело с тяжкой рудой в подземном мире измененное состояние сознания это состояние сознания фиксированное на себе любимым невозможно с помощью любых галлюциногенных растений пережить какую-то близость к истине по той простой причине что для этого свои переживания нужно заполнить содержанием только ритуалом но и тем самым мировоззрением о котором мы сегодня говорим человек не может это физически невозможно стержать божественную благодать для себя ну не может потому что это будет прелесть самообман фальшивка опьянение духовное термин духовного пьянства сейчас редко вспоминается но вообще-то в православии чрезвычайно устойчивый термин это пьянство благодатью это попытка стяжать ее для себя в отличие например от русских старцев и сихастов которые конечно стяжали благодать для того чтобы бороться за великую Русь защищать ее болеть за нее духовно обратите внимание слово тоже очень много говорит девушка страдающая анорексией и булимией принимает это страдание ради того чтобы чувствовать возвышенной себя любимую а не родителей мужчину который возможно ее любил или любит и уж во всяком случае не ради того чтобы совершить духовный подвиг или подобно Жанне Д'Арк получить откровение она хочет себя чувствовать возвышенной и отличенной от других но она потребляет измененное состояние сознания поэтому есть очень простое определение о котором мы к сожалению тоже говорили особое состояние сознания это состояние сознания которое можно отдать другим людям и которые другим людям нужны поэтому особое состояние сознания для себя творческие состояния я чувствую себе просветление которое готов нести другим передавать отдавать надо сказать что очень интересно между прочим и очень сложно потому что идет постоянное внутреннее взаимодействие культур и сегодня есть целый ряд чисто шаманских школ раньше такое вообще было невозможно шаманы не создавали школы шаманы шаманы всегда одиночки но в эпоху нью-эйджа такие шаманские школы появились и они все больше и больше перестают общаться с конкретными какими-то сущностями в духовном мире неважно верхнем срединном нашем или нижнем они начинают стремиться к стяжанию света то есть к тому же просветлению идея которого объединяет и буддистов и христиан никогда раньше в этом не было шаманов теперь появились и они как стяжатели света внутренний свет это и есть та наиболее универсальная характеристика духовной сущности Маугли по всей видимости когда говорил мы с тобой одно и то и ты и я в некотором смысле просветлял зверя который стоял перед ним потому что оба обращались не к крови конечно а к свету который присутствует в душе у каждой для того чтобы ну для меня преодолеть какой-то мой внутренний стресс обида самолюбия или что-то еще мне нужно сказать себе я стремлюсь к свету и как бы меня не ругали я мог сделать ошибку я стремился к свету а дальше не моя воля но твоя пусть будет особо конечно если я этого добиваюсь а измененная на самом деле конечно измененное состояние сознания более широкое понятие понятие особое состояние сознания ввел это словосочетание Уильям Джеймс в 1900 году для описания религиозного опыта особое состояние а измененное состояние сознания это все и это все всегда эгоистично эгоцентрично если хотите потому что эгоистично уж очень такая оценочная да а проблема заключается в том что вот например возьмем тоже опасное для психиатрии состояние дереализации это состояние которое сегодня которого сегодня боятся и считают предвестником психоза ну я думаю что всякий подростка может вспомнить что такое дереализация дереализация это когда есть ощущение общей измененности мира когда я чувствую мир как будто я чувствую себя отсутствующим мире когда-то я подростком это ощущал как я смотрю происходящее по телевизору меня тут нет иногда этот мир начинает казаться враждебным враждебным враждебными кажутся лица родителей и друзей вот появляется ощущение что ты завязываешь завяз в какой-то темноте знаете что в этих ситуациях делали в шаманской это считалось началом шаманской болезни то есть признаком духовной одаренности человека как раз в этих случаях и вступала в силу вегетарианская диета причем куда более суровая чем современная вегетарианская идея как бы и человек учился понимать что это его способность как бы скакивать из этой реальности путешествовать между мирами кто-то начинал его этому учить и это состояние изнутри поскольку оно переживалось о нем говорили в ответ тебе не говорили ты психически больной человек иди ложусь в больницу пошел вон из общества находили другого человека который знал это состояние и начинал его обсуждать и оно вдруг оказывалось даром то есть как будто осветлялось изнутри да но для того чтобы эту глубину открыть смотрите как интересно получается если ну говорить о том что шаманов сегодня заменили психотерапевты практические психологи не каждый в общем хочет мыслить так как сейчас вот это объясняю я и пытаюсь сказать одну простую вещь это я про Виктор для того чтобы это состояние измененное сделать особым я должен научиться им делиться я должен перевести его в творческое состояние я должен его выразить на листе бумаги в скульптуре в рассказе я все время говорю не представляете себе что было бы с Кавкой если бы он не писал я думаю что эти его переживания просто разорвали бы его психику на части и очень давно как бы если хотите ведь Кавка тоже своего рода шаман европейской культуры его рассказов наши оживающие духи духи наших страхов наших страхов наших опасений ну не у всякого есть возможности желание камладь считать духов на там там на барабане как бы я совершенно безройно к этому отношусь я хочу сказать что это не свойственно европейской культуре и это значит что у нас остается один единственный выход выражать этих духов вести бумаги на рисунки в новелле в сказке в музыке и да и нет это для этого я вынужден вводить понятие сущностного это для этого я должен вводить понятие сущностного единства как основу мышления того о чем мы говорили о том что сказать мы с тобой одной крови ты и я это сказать все равно что сказать что внутри меня есть бог потому что это значит что где-то внутри меня есть некая общность не только со всеми остальными людьми но со всеми со всем остальным феноменальным миром поскольку во мне есть искра божья частица божественного сознания я не могу творить для себя это неправда мне все равно нужен плохенький но слушайте худо-бедно но читатель как бы доброжелательный зритель я готов терпеть плевки в лицо в ответ на мою творчество лишь бы меня замечали я могу сколько угодно познавать себя в некотором смысле это тупик зависимость и духовное пьянство потому что я все равно должен отразиться в глазах другого вот если говорить о я не знаю мне не хочется почему-то называть это восточным взглядом на вещи русская религиозная философия и особенно скажем Евгений Трубецкой который переосмыслил по-своему понятие всеединства Владимира Соловьева он собственно говорил что внутри любого человеческого сознания можно обнаружить сознания абсолюта внутри любой идеи я вам попробовал продемонстрировать в самом начале когда пытался сказать о смысле анорексии о смысле простых форм светского поведения а самый главный смысл существования человека а мы же не задаемся вообще вопросом о том зачем существует на земле человека его сознание и что это за глупость такая кому она понадоба тем более когда мы пытаемся уничтожить с помощью наркотиков пьянства не знаю анорексии то в общем ответ и русской религиозной философии в общем-то и христианство как целого я просто сначала говорю о русской религиозной философии поскольку там это абсолютно очевидно ответ любой восточной философии заключается в том что Бог творит создает человеческое сознание ради того чтобы познавать самого себя увидеть себя со стороны миллионами глаз поэтому кстати говоря наше сознание абсолютно индивидуальное вот этот удивительный парадокс человека который одновременно является частичкой некого грандиозного целого космического разума вселенского Бога и одновременно он может вот как говорил Иосиф абсолютизировать себя как часть потому что если мы останемся просто частями Бога то он никак не сможет увидеть себя со стороны поэтому я абсолютно убежден что что бы ни говорил сам творец ему наплевать на зрителя что он не нуждается в любви мужчины я имею ввиду простейшие формы женского творчества в смысле стою я тут такая одна в белом пальто все остальные дураки вот все дураки я одна в белом пальто стою красивая для меня это значит ну посмотрите же на меня ну услышьте же меня что я ору и кричу вам вот уже на протяжении двадцати с лишним лет поэтому нет я убежден что творчество это такая вещь которой нужно делиться другой вопрос что делиться например с психологом это ведь тоже делиться это ведь тоже человек который видит и как минимум не может осуждать как бы мне хотелось бы чтобы мы попробовали вот в этом цикле занятий ну по крайней мере попробовали почувствовать почувствовать как можно справляться с дистрессом с чувством собственной униженности с помощью разных форм самовыражения и самопознания мы попробуем поговорить о том как это можно сделать с помощью рисунка простейшего мы попробуем поговорить о том как это можно сделать с помощью музыки мы попробуем поговорить о том как это можно сделать с помощью мастерства писателя мы можем мы попробуем поговорить о том как свои собственные сновидения можно превратить сюжет книги мы попробуем поговорить о том как можно сам процесс познания как я говорил использовать для того чтобы оказаться в особом состоянии сознания мы попробуем поговорить о том как можно слиться с иконой и по-своему ее прочитать мы попробуем поговорить о том как можно путешествовать внутрь картины мы попробуем поговорить о взаимодействии человека и искусства как о виде творчества и о виде медитации еще мы попробуем поговорить с теми специалистами которым сможет сможем найти и пригласить наш проект